Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о фирме I'm From. Для начала я расскажу вам немножечко истории, а потом расскажу о тех средствах, которые я сама попробовала. Если я какое-то средство не упомянула, значит его никогда не было в моей коллекции. Итак, бренд I'm From был основан в 2009 году профессиональным дерматологом, которого зовут Мистер Ким. И основная идея Мистера Кима была в том, чтобы создать бренд, который был бы абсолютно прозрачен со своими покупателями на счет ингредиентов и тех мест, где эти ингредиенты добываются. Поэтому фирма называется I'm From. И всегда-всегда на любом средстве будет указано, откуда добыт главный компонент. Допустим, если это Жэньшэнь, то будет указано, что это Жэньшэнь из такого-то региона Южной Кореи. Фирма I'm From это не единственная фирма, которая владеет Мистер Ким. На самом деле у него есть компания, которая называется Lab & Company. И в нее входят три бренда. Это Skin & Lab, если вы давно увлекаетесь корейской косметикой, вы точно их помните. Также его же фирма это Chica Chico, оказывается это переводится как мальчик и девочка. И I'm From. Три бренда под одной фирмой. Изначально I'm From продавались на сайте wishtrend.com, на котором я раньше очень часто покупала, можно сказать, до ковида. Но сейчас они распространились везде. Можно купить I'm From даже на Wildberries. Конечно же, они есть на iHerb. И я видела на корейском сайте Belief, также представлена фирма I'm From. Единственное, что я не видела их на Style Korean. Итак, из самых недавних средств, которые я попробовала от I'm From, это была эссенция с инжиром. Я очень давно хотела ее купить. Что касается этого средства. Во-первых, предназначена она для такой более сухой кожи, мне кажется, склонной к каким-то шелушениям, покраснениям, к проблемам с сложным барьером. Здесь более 62% это экстракт инжира. Эта эссенция представлена в полном размере, это 150 мл. И по цене это будет где-то 2000 рублей. Фирма, конечно, не очень бюджетная, но если вы просто хотите переэкспериментировать и попробовать, то можно найти такую миниатюрку, тревел-версию, и будет она стоить где-то 600, может быть, рублей, до 1000. Я надеюсь, вам удастся найти. Но мне кажется, что в целом средство достойное, никаких аллергических реакций вызвать не может. Тут текстура более у него такая водянистая. На самом деле ожидала что-то более вязкое, потому что я люблю вязкие текстуры. Нет, это не оно. Совершенно нет запаха. Можно наслаивать, если вам хочется. Никаких конфликтов с другими средствами у меня не было. Я наношу на этапе тонера или на этапе эссенции. Следующее средство тоже из линейки с инжиром. Это Fig Cleansing Balm. Это очищающий бальзам. Здесь всего около 2%, чуть больше 2% экстракта инжира. Есть легкий такой сладковатый запах, но совершенно для меня не навязчивый. И я хочу сразу же объясниться, потому что вы сразу скажете мне, что, Ника, ты же все время была фанатом гидрофильных масел и говорила, как тебе не нравится очищающий бальзам. И, кстати, на эту тему я писала пост в инстаграме. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Но хочу сказать, что у очищающего бальзама есть несколько преимуществ. С одной стороны, в минусы можно отнести то, что это дольше по времени. Вам надо открутить крышку, взять лопаточку. Кстати, лопаточку я храню всегда внутри. Я ее мою, протираю и сразу же кладу внутрь сухую. Но, конечно, это дольше. Это где-то на 1-2 минуты дольше по времени. Но плюс в том, что у вас не течет масло по рукам. Иногда вы выдавливаете масло гидрофильное в помпе, и оно начинает течь по рукам или течь по лицу. Это неприятно, когда что-то жирное, маслянистое течет по лицу. И вообще ощущение масла на лице, это не всегда приятно. Здесь же такого ощущения нет. То есть, несмотря на то, что потом, конечно же, этот бальзам, он превращается в такое легкое масляное молочко. Но именно ощущение какого-то плотного, тягучего масла, как, допустим, дает для меня, дает ощущающее масло от Клэрис. Такое масло, которое просто не смыть. Здесь такого нет. И, естественно, он выполняет свою основную функцию, оно замечательно удаляет макияж. Просто, просто на ура, не остается ничего. И можно даже пропустить второй этап очищения, хотя я стараюсь не пропускать. Мне тут недавно говорили о том, что не знают, как смывать макияж с глаз. И спрашивали совета. Я смываю макияж с глаз тоже очищающим бальзамом или гидрофельным маслом, что у меня есть в данный момент. Но мне кажется, очень важно просто очень хорошо его помывать. Ни в коем случае нельзя останавливаться на том моменте, когда вы открываете глаза, а у вас пленка из масла или очищающего бальзама. И такого быть не должно. Я очень советую вам этот бальзам. Я понимаю, что он не бюджетный. Но я уверена, что его надолго хватит. Он, кстати, гипоаллергенный. Если вдруг, да, у кого-то есть какие-то аллергические реакции, или вы боитесь, что будут забивать поры, скорее всего, такой реакции у большинства людей не будет. Я очень довольна. Следующее средство это маска с полынью. И вы, конечно же, все знаете, что полынь это очень популярный компонент в корейской косметике. Я даже снимала видео, в котором рассказывала о том, почему вообще полынь такое место в корейской культуре занимает, не только в косметике. Потому что полынь активно употребляют в пищу, она активно применяется в медицине. На самом деле полынь, горькая полынь у нас, она тоже растет, ее можно легко собрать. Но здесь не про это. Я хотела сказать о том, что здесь около 2% настоящей молотой полыни. Это не какой-то ни порошок, ни экстракт, это просто молотая полынь, которая заключена в такую гелевую текстуру. Здесь также еще есть центелла, в составе есть розмарин. Вообще состав очень хороший, безумно приятный запах. Ну то есть полынь, полынь, если вы когда-то пробовали, как пахнет полынь. Это оно в такой достаточно высокой концентрации. Такой травянисто-земляной запах. Прекрасно носится на лицо. Я наношу в ванне на разогретое, такое распаренное, на теплое лицо. И помимо того, что полынь успокаивает, обладает антибактериальным эффектом, но еще поскольку это молотая полынь, такой легкий скраб также получается. Я обожаю эту маску, она просто лицо, в какой-то момент мое лицо спасла. Она настолько хорошо работает именно на то, чтобы снять воспаление с моей кожи. Я не знаю, что еще хорошо так же работает, как она. Но нужно помнить, что полынь это очень активный аллерген. Это триггер просто колоссальный. Если есть реакция на полынь, все. Если есть какое-то жжение, покраснение, скорее всего, средство вам не подойдет. Поэтому я бы советовала начинать с миниатюрки. И слава богу, миниатюры здесь есть. Кстати, все такие маски я наношу вот такой вот силиконовой лопаточкой, которую I'm From мне положили к заказу когда-то давным-давным-давно. Мне очень нравится эта лопаточка, потому что она довольно большая. Очень хорошо наносит маску, и поскольку большая, она не теряется. Еще одна маска, которую я быстро скажу, несмотря на то, что она снята с производства. Не знаю, почему они так сделали, зачем они сняты с производства такое хорошее средство. Это маска на основе облепихи, которую называют витаминным деревом. У нее совершенно просто нереальный, приятный такой травяной тоже запах. И мне она нравилась своим детокс-эффектом и очищением кожи, и осветлением. Такое просто лицо после этой маски, просто преображенное. Кстати, ее даже советовали делать как детокс, допустим, там, несколько дней подряд, или там, 2-3 раза в неделю, но несколько недель подряд, допустим, весной, как раз это будет супер-супер эффект. Но, к сожалению, у нас сняты с производства. Если вдруг кто-то пробовал, пишите, понравилась ли она вам или нет. У I'm From есть линейка с женщинем. Там есть крем для кожи вокруг глаз, сыворотка и маска. Что касается крема для кожи вокруг глаз, он у меня был. Это довольно средний крем. До сих пор я не нашла какого-то крема, который бы 100% меня радовал, удовлетворял бы мои потребности в этой зоне. Но это приятная такая сливочная, более жирная текстура. Если у вас более сухая кожа в этой зоне, он вам может подойти, этот крем. Конечно, там есть в составе и женщин, и сквалан, но я какого-то феноменального эффекта не увидела. Это маленькая баночка, которая довольно дорого стоит, поэтому повторять я бы не стала. Маска с женщинем у меня была очень-очень давно. Я, честно, просто не помню этих ощущений. Но я знаю, что это замечательный состав. Это тоже красивая стеклянная банка, и там еще помимо красного женщиня, там есть солодка в составе. Я обожаю солодку, она очень хорошо на моей коже работает. Поэтому я думаю, что эту маску стоит покупать, но в более холодное время года. Сейчас на весну и лето я бы не стала ее закупать. И сыворотка. Сыворотка оставила до сих пор, уже много лет прошло, года 4, наверное, прошло. Но она до сих пор мне помнится, потому что многие ищут хорошее средство с женщинем, с высокой концентрацией. Я думаю, что I'm From это одно из таких средств. То есть, если вы хотите прямо вот и запах, и такую сладко-медовую, тянущуюся текстуру, то это вот эта сыворотка. Если бы я что-то хотела повторить от I'm From, это точно была бы вот эта женщиневая сыворотка. Это супер анти-эйдж и все-таки женщинь, ну это просто краеугольный камень вообще китайской, азиатской медицины. Попробовать надо обязательно. Еще одно средство, которое просто стало таким культовым средством от I'm From, это эссенция с полыни. На самом деле был какой-то бум на полынь, мне кажется, что он сейчас уже сильно-сильно идет на спад, но тем не менее. Что такое эссенция с полынью I'm From? Кстати, у них еще была маска, которую я пробовала, но совершенно не помню. Эссенция с полынью это 100% полынь. И в какой-то момент времени вышло несколько таких похожих эссенций. У Гали Валии была такая же эссенция, у Миши была тоже 100% полынь. И потом оказалось, что, оказывается, такого не бывает, и там есть какие-то компоненты в составе, которые фирма вправе не указывать. Многие об этом рассуждали, говорили, в общем, была такая причина для разговоров. Но, опять же, все сводится к полыни, как ваша кожа на нее реагирует. Если для вас это не аллерген, то она будет прекрасно работать на защиту кожного барьера, будет успокаивать, будет оказывать противовоспалительный эффект. У эссенции с полынью, у этой именно эссенции, текстура похожа на текстуру инжирную, то есть она более водянистая. Она между водянистой и вязкой. Мне кажется, ну чуть более вязкая, чем инжир, но все равно это вам не эссенция тонера от Pium Commute. Такую текстуру не ждите. Конечно же, нельзя не сказать про их рисовый тонер, потому что там около 78% рисового экстракта. Он и увлажняет, и питает, и дает сияние. И, конечно, вы все помните, что в Азии раньше просто умывались рисовой водой, той, которая оставалась после мытья риса. Сейчас так делать нельзя, потому что рис уже совершенно другой. Но рисовый тонер это одно из немногих средств, которое давало мне сразу же эффект. То есть если вы думаете про вот такую блестящую, вот такой белый блестящий парфор, то рисовый тонер даст такой эффект. И я писала и говорила о том, что рисовый тонер Time From похож на тонер от Laneige Skin Refiner. И я до сих пор так считаю, потому что и Laneige Skin Refiner дает вам такое питание, сияние и такое немножечко жирное ощущение на коже. Если у вас своя собственная кожа жирная, скорее всего эти средства вам не понравятся. Laneige не понравится вам больше. А рисовый тонер, если кожа жирная, может все-таки еще зайти. Друзья, и еще одно средство, о котором нельзя не сказать от I'm From, это их медовая маска. Она у меня была. Единственное, что у меня аллергия на мед. И я после ее использования чувствую, как кожа раздражается, как кожа становится более красной, более горячей. Поэтому я, к сожалению, маску была вынуждена отдать своей маме. Но если у вас аллергии на мед нет, то эта маска одно из лучших средств на более холодное время года для питания. Кожа одна из лучших смываемых масок. Я бы вернулась к ней однозначно, если бы не такая особенность моей кожи. Попробуйте совершенно эту фантастическую текстуру. Она очень хорошо наносится, легко смывается. Я ее крайне советую. Вот, друзья, все те средства, которые я попробовала от I'm From. И я хочу сказать, что да, я бы попробовала у них рисовую сыворотку. Вот из того, что я не пробовала, я бы взяла рисовую сыворотку. Потому что из рисовой линейки я пробовала только-только тонер. А вернулась бы к женщиневой сыворотке. В любом случае, я надеюсь, что это видео было полезным вам и интересно. Потому что фирма I'm From, она такая более нишевая в корейской косметике. Но она того стоит. Она не бюджетная, но при этом интересная. Я не могу сказать, что это такие какие-то средства. Как девушка одна мне написала в инстаграме. Она написала, что я не вижу смысла вкладываться в средства I'm From. Потому что я не проснулась от них на 10 лет моложе. Я не проснулась ни от одного средства на 10 лет моложе. Но то, что есть у этой фирмы средства, которые прямо хитовые. Которые прямо реально работают. Которые очень мне понравились. И к которым я даже хотела бы вернуться. Это к вопросу о женщиневой сыворотке. И, кстати, мне очень-очень нравится очищающий бальзам с инжиром. Это 100%. Поэтому, если вы не пробовали эту фирму, я настоятельно вам советую к ней присмотреться. Я, как всегда, желаю здоровья Есениям вам и вашей коже. Я очень надеюсь, что вам здесь со мной интересно. Так же, как и мне с вами. И мы, как всегда, увидимся с вами здесь. На этом канале. До следующей недели. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok